Дуги Вай 6, восьмиядерный процессор, дисплей 5,5 дюймов, Android 6.0, 4G, 13-мегабиксельная камера, аккумулятор 3200 мАч и, конечно же, ну очень вкусный дружелюбный ценник. Все подробности по ссылке в описании. Всем привет, в этот раз я решил совместить несколько гаджетов в один обзор, потому что они небольшие, но достаточно интересные. О каждом расскажу подробненько, давайте, чтобы не задерживать, начнем. Итак, у нас есть вот такой вот геймпад, у нас универсальный беспроводный геймпад с фиброотдачей за крайне немного денег, я вам скажу. И, в общем-то, называется он ArtPlay, iOS, Android, PS3 поддерживает. Я оставлю ссылку на данный геймпад в описании и посмотрите, может быть, вам кому-то это понравится. Ну и пока вот вторую вещь, она уже немножко запалилась, но мы ее отодвинем в сторону и посмотрим, что у нас находится в комплекте с геймпадом, потому что это действительно интересно. А в качестве аксессуарики, ну понятно, у нас вот, как видите, там есть еще инструкция, сзади здесь вот можно почитать дополнительную инфу. Кстати, тормозите видео и спокойно читайте. Если же посмотреть, что действительно, ну понятно, мини-USB кабель, на микро-USB уж тем более Type-C, к сожалению, не завезли, но тут как бы и ценник более чем лояльный. Плюс у нас есть несколько вот таких вариаций. В общем-то, это все крепления для смартфонов и же с ними, ну понятно, да, на геймпад. Ну и, конечно же, вот такой вот донгл, который позволит вам подключить все это дело к ПК. Мне нравится то, что здесь есть поддержка PlayStation 3, я знаю, что еще у многих они есть, и, в общем-то, это более чем удобно. Ну и, конечно же, мобильные гаджеты здесь тоже поддерживаются. Что еще хорошего? Он очень легкий, его можно спокойно кинуть с собой в сумку. Триггеры, они, ну, в общем-то, вполне себе качественные, внутри нажимаются. Кнопочки, ничего у нас вот не дребезжит, что немаловажно. Все нажимается, очень мягкий ход, и, наверное, это очень похоже на геймпад, собственно, оригинальный, только, не знаю, на DualShock Li. Но похож, похож, действительно похож. Что еще? Время одной работы, ну, в моем случае я его высадил, наверное, часов за 7-8 игры. Опять-таки, очень неплохо. Ну и вот здесь вот есть прорезиненные вставочки. Держусь, и, в общем-то, приятненько-приятненько. Ну и сам пластик тоже более чем качественный. Во всяком случае, вещь получилась у ребят добротная, и особо к ней каких-то претензий я, наверное, сказать не смогу. Классическая у нас индикация по заряду батареи. Вот, соответственно, все мигает, и понятно, что это все можно подключить к PlayStation. А что еще мне нравится? Вот такая вот подсветочка, на самом деле, триггеров. Ночь выглядит по-аше зашибенно, и знаю, что многим такое нравится. Ну, в общем-то, вполне себе презентабельный такой вариант за скромные бабосики. Сможете поиграть и на PS3, кстати, 4 не работает, я пробовал, к сожалению. И на ПКшечке поиграть, да, с геймпадиком. Ну и, конечно же, на мобилочках, iOS, Android, пожалуйста, и то, и то одновременненько все поддерживается. Ну, если на прикольный геймпад. Ладно, думаю, что тут более-менее разобрались, особо разглагольствовать про него не стоит, потому что, ну, никаких тут серьезных уж каких-то моментов ждать не нужно. У него есть виброотдача. Это еще один серьезный плюс, на этом все плюсы заканчиваются. Это просто хороший, качественный геймпад за крайне маленькую сумму денег. А что здесь у нас? Здесь у нас написано дизайн в Германии, соответственно, это делали немцы. Называется эта штука Zen 3. И, честно говоря, вообще, как-то я увидел ее совершенно случайно. По-моему, даже рассылки информационные. То есть, ребята такие, типа, вот у нас вышла, она прикольная, крутая, мы инновационные. И вообще, мы зашибись, какие большие молодцы придумали инновационную док-станцию для мобильных гаджетов. Я такой думаю, ну, мне вроде как эта штука необходима для дома, и параллельно с этим она удобная. То есть, туда можно положить много гаджетов. И сама реклама, она меня немножко удивила и убедила, наверное, взять, попробовать заказать и рассказать уже постфактум вам. Я заказал две таких штуки. Вот это вот одна нераспакованная, одной я пользуюсь уже, наверное, больше полутора месяцев. И я вам скажу, что это действительно, наверное, самая удобная подставка. И сейчас я покажу, почему именно так. Так, называется она, кстати, да, Zen 3. Смотрите, задел микрофон, сори. Она для, собственно, фонерс-интернатс. Но, на самом деле, можно заряжать все, что угодно. Главное, чтобы подключалось по USB. То есть, кабель можно ваткнуть туда какой угодно. А что еще интересного? Ну, то, что у нас здесь, собственно, все экологически чистое. У нас здесь все моменты поддерживаются. Ну, и, в общем-то, на самом деле, действительно, теперь заряжать по USB все стало очень просто. Я с этим очень-очень даже согласен. Ребята смогли сделать почти что невозможную вещь, что находится в коробке. Вот такие вот расточки. Интересно, да? В моем случае вилка европейская. Можно выбрать другую. Если вы живете не в России, пожалуйста, никто вам не запрещает. Там есть несколько вариантов. Ну, а штикер подключения более-менее классический. Здесь есть куча микро-USB проводов. Они идут в комплекте. Но куча не куча. По-моему, тут должно быть штуки четыре. Так, раз, два, три, четыре. Да, четыре. Ну, и, соответственно, четыре гаджета одновременно от этой штуки могут заряжаться. Либо вы должны использовать, собственно, это уже просто как подставку. Хотя, мне кажется, четыре штуки, ну, более-менее классический, понятный момент. Ну, что, все выглядит вот так. Давайте уберем вот эту прослойку и посмотрим на главные моменты. Ну, главных моментов тут несколько. Здесь вот у нас есть два порта USB. Здесь есть два порта USB. Здесь у нас защелочки. И, собственно, вот здесь вот у нас выход на питание, которое мы должны подключить к розетке. Ставим. И далее у нас есть здесь две отметочки, которые мы защелкиваем. Да, слышите, оно щелкает. Вот, соответственно, да. Все, у нас защелкнулось. То есть у нас на липу. Здесь у нас выходят провода, которые будут в комплекте. Либо вы там Lightning к себе подключите ваш. Это уже абсолютно ваше дело. Ну, и, конечно же, у нас есть вот такая вот прорезиненная основа, которую можно снять. И, внимание, самое главное, легко помыть. Ну, то есть по-хорошему это очень важно. Она мягкая, она прикольная, она немножко такая, наверное, на софт-тач, но и больше прорезиненная, чтобы ничего не скользило. Здесь все просто. Сняли, помыли, одели назад. И, собственно, у вас все как новенькое. И вот это вот самый правильный момент, самый практичный момент. Далее у вас есть четыре варианта зарядки. Ну, или же любые другие сторонние, если вам нужно. Что касается размеров гаджетов, вот это вот, да, давайте я вот я вам яблочко покажу, вы поймете сразу. Это у нас iPad. iPad, причем второй, тяжеленный, не Air никакой, прекрасно все стоит. Хотим поставить его вот таким вот образом, пожалуйста, тоже все прекрасно стоит. Если мы посмотрим на смартфончик или что-то в этом нохе, ну, давайте вот у меня здесь валяется тестовый микромакс. Положим его, например, вот так, пожалуйста. Окей, так. Положим вот так. Окей, так, тоже стоит. Так тоже удобно. И в этих смартфонах здесь понатыкайте, ну, как раз штуки четыре. Раз, два, три, четыре, даже пять. И, в общем-то, как расположите, так и молодцы. Здесь уже ваша фантазия. Вот у меня она сейчас как-то сильно тупит. Но по факту можно разместить так, как вам удобно. Он никуда не сдвинется, никуда не уедет. Здесь не нужно ничего будет жесткого вынимать. И вы спокойно сможете заряжать свои гаджеты. Все гениальное просто. Основные плюсы у этой штуки, их несколько. То, что вы можете по USB сюда подключить четыре обычных кабеля, какие вам нравятся. Либо комплектованное microUSB, либо Lightning. Но это уже, собственно, ваши. К сожалению, Lightning не комплектуется. Но сейчас я об этом скажу. Ну и, конечно же, у нас есть вот такая вот снимаемая основа, которая легко моется. И, собственно, действительно можно мыть. То есть вы получаете доступ вот к вот этим всем промежутчикам. И, соответственно, у вас все чистенькое. Всегда запылилось, загрязнилось. Вообще не проблема. Абсолютно. Выход удобный. Подключение по, значит, у нас обычному кабелю тоже удобное. Ну и выглядит она на столе крайне футуристично интересно. Из минусов. Наверное, то, что здесь нет никакой кнопочки включения и выключения. Здесь нет никакой LED-подсветочки, чтобы ночью можно было включить, использовать как ночник. И это все прикольно, красиво горело. Ну, тут, я думаю, вопрос умелых рук. И вы сможете это все реализовать самостоятельно. Но все-таки, да, изначально этого хотелось бы. Ну и еще один минус. То, что у нас в комплекте есть только microUSB кабеля. А нет, собственно, лайтнинга хотя бы одного или какого-нибудь переходника для зарядки. Если бы был, вообще было бы шедеврально. Ну и, конечно же, у нас здесь вот есть такие вот крепежи на стену. Их как раз положили, что можно отнести к плюсам. Но, в принципе, в остальном это крайне красивая, футуристичная, очень удобная подставка. Практичная, самое главное. Вы действительно можете ее там помыть, почистить. И у вас никогда никаких сложностей с ней не возникнет. Я вот попользовался и могу сказать, что одна из, наверное, самых таких интересных и правильных вещей для итоговой жизни именно в моем доме. Ну, наверняка и в вашем. Ладно, на этом я буду заканчивать. Огромное спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал, шарить данное видео себя в социальных сетях. Ну и, конечно же, пишем комментарии, какие подставки используете вы, какой геймпад используете. Мне все это интересно. Ну и важный момент, то, что ссылки на все устройства, естественно, оставлю в описании, потому что вот эту штуку найти не так, чтобы легко. И проще заказывать там, где это делал я, в официалов. Точно все придет и будет нормально. На этом, пожалуй, действительно все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok